Итак, друзья, мы вновь находимся на стенде компании НМК, у которой помимо ванных печей, конечно же, есть еще одно направление. И это направление, наверное, самое близкое и основное для компании НМК – это котельное направление. Конечно, все вы хорошо знаете котлы Сибирь – это давние котлы. В Новосибирске они одни из самых продаваемых. Но сегодня не этот котел интересен, а, пожалуй, более старшие собратья – это, естественно, Гефест, Магнум. И еще одна новинка, которую решились показать только в этом году в широкой публике – это котел Сириус. Котел Сириус – это, скажем так, симбиоз между котлом Сибирь и Гефестом. Очень часто шли запросы, именно хорошо себя зарекомендовал котел Гефест. Но нужно был котел более компактной и сварочной поверхности. Поэтому родилась такая идея, такой котел Сириус перед вами. Вот такой вот морфинг, да, легкий. Вот он самая старшая модель. То есть это то, с чего, скажем так, мы начинали. И вообще в целом это самая продаваемая модель в 15-киловаттном исполнении – Сибирь. Потом вы выстрелили котлами Гефест и Магнум. Магнум, да, очень хорошо модель себя зарекомендовали. И вот сейчас у вас появился средний между, получается, Сибирью и Гефестом котел Сириус. Смотрим? Да, было бы очень интересно. Ну, первое, что здесь сразу же бросается в глаза – варочная поверхность. Да, все правильно. То есть по многочисленным запросам люди, когда смотрят либо Сибирь, либо Гефест, им нравится Гефест, но нет варочной поверхности. Сибирь тоже хороша, есть варочная поверхность. И постоянно возникает такая дилемма. Поэтому у Сириуса у него есть варочная поверхность. Это плита 12 мм толщиной в исполнении. Также варено кольцовое усиление, как у других наших моделей. Ну, по сути, это плита… Варочная плита. Ну, причем, конечно же, через эту плиту, даже если ее не использовать, мощность, ну, такая тепловая мощность порядка двух, наверное, трех киловатт будет отдаваться в комнату, в которой установлен этот котел. Да, все правильно. То есть, его можно, в принципе, устанавливать на замену вместо кирпичных печей, которые установлены были в доме. Да, то есть, здесь мы добились чего-то. Скажем так, представленные из моделей, они идут в 15-киловаттное исполнение. И для сравнения можно посмотреть, то есть, габаритные размеры данного котла Сириуса за счет увеличенной теплоотдачи именно теплообменников, которые находятся внутри, получаем те же 15-киловатт мощности. То есть, это 15-киловаттный котел? Да, это 15-киловаттная модель. 20-киловаттная модель, но она будет приближенная, как Гефест, к 15-киловатт. Ну, котел, конечно, узенький по отношению к более старшим собратьям, к Сибири и Гефесту, но он выше, и получается, да, выше. А, в принципе, остальное расположение элементов, двери практически то же самое, да. Но идет уже круглый выход дымохода. Да, сразу на выходе круглый выход дымохода. Его можно подключить с помощью... То есть, если выходник мы ставим после... Либо же в существующий кирпичный дымоход можно классическими своими переходниками пройти. Если в трех подбовках, то есть такой же переходник с шибером в исполнении. Это лучше для того, чтобы можно было поставить его удобно в кирпич. Или все фото ставят прям так. Ну, здесь схема отбора тепла довольно проста. Это водотрубный теплообменник. Да, водотрубный теплообменник. Ряд труб, расположенных на выходе... Вот, Сергей, да. С летающей тарелкой у вас будет. Видно? Да, все видно шикарно. Здесь два ряда водонаполненных труб, то есть теплообменник, который отбирает тепло в выходящих дымоевых газов. Никаких отбойников, ничего нет. То есть, в принципе, котел предельно-предельно прост. Ну и широкий колосник. Котел можно топить дровами, можно топить углем. Это всеядный котел, насколько я понимаю. Ну, скажем так, я... Учитывая его габариты, конечно же, он в основном идет под уголь. Здесь можно, конечно, и дровами. Ну, подтапливать дровами. Ну, опять же, нужно учитывать индивидуальность установки. Здесь, в этом котле, есть выход для подключения к системе отопления как с левой, так и с правой стороны. Вы смотрите, относительно котла. И патрубки для выхода горячего теплоносителя находятся максимально в верхней точке. Это очень-очень классно, потому что... То есть нет зазора. Да, нет зазора никакого. И в верхней части водяной рубашки не будет никакого воздуха никогда образовываться. Это очень-очень круто. Ну, подметим, да, что все наши котлы, которые идут в стандартное производство, они укрепливают заглушки. То есть вы устанавливаете... Ну, с какой-то из сторон. Вот они заглушки в комплекте. Ну, это, да, тоже дорогого стоит. Такие мелочи. И чтобы их не искать, где-то не покупать дополнительно, все идет в комплекте. Хочу сразу сказать, что выглядит котел добротно. Сделан он явно с любовью. Все его детали идеально подогнаны друг к другу. Здесь и на передней поверхности термометр, который показывает температуру теплоносителя в системе и в самом котле. Все очень красиво обрамлено, красиво окрашено, красиво согнуто, собрано. Мне кажется, очень удачная модель. Сразу могу сказать, что это модели не то, чтобы они специально подготовились для выставки. Это стандартные модели, которые непосредственно человек получает. Ну, это серийное изделие, которое вы просто привезли. Ну, здесь классическая створка. Отгонечек для того, чтобы верху защитить. Все очень пусто, элементарно. Ну, да. И поддув воздуха. Можно установить либо регулятор тяги, или, если вам привычно ей работать, выставив размер самому, да, все в комплекте идет. Все понятно, предельно простой котел. Но я думаю, что довольно эффективный и приглянется нашим покупателям и пользователям. Продолжаем экскурсию по стенду компании НМК. Очень надолго я тут задержался. Но действительно есть, что посмотреть и есть, о чем поговорить. Ну, а здесь я вам сейчас хочу показать кое-что очень интересное. Это котел Магнум. Котел Магнум в разрезе. И сейчас мы его подробно изучим. Ну, что сказать. Конечно же, его внушительные габаритные размеры. Очень-очень большой котел. Очень мощный. И здесь сбоку мы можем посмотреть, каким образом происходит отъем тепла у горящего угля. Потому что это явно угольный котел. Верхняя загрузочная дверца открывается. Шахта для хранения топлива. И здесь сама зона горения. Конечно, это водотрубный колосник. Водонаполненный. Соединенный с именно основной водяной рубашкой котла. В этой зоне происходит активное горение. Дальше жар пошел между двух пластин теплообменника. Который также, естественно, соединяется с основной рубашкой котла. Проходит верхнюю часть. И выходит уже остывшие дымовые газы в дымоход. Здесь также есть еще и третий канал, который закрыт вот этой вот стенкой. Но это, наверное, сделали специально для того, чтобы не нарушать конструкцию, а показать именно объем водяной рубашки. Здесь тоже такой типа зубоотбойника. Окошечко для прочистки. Для прочистки именно вот этой вот пластины. очень удобно. То есть, смотрите, в верхней части котла, на верхней его поверхности есть... О, все я разрушил. Но ничего страшного. Прочистки для прочистки. Оно закрыто. Оно закрыто. Далее есть еще одно прочистное отверстие. Снимаем пятачок вот этот и идем сюда для прочистки вот этого самого дальнего, самого сложного колодца. Очень интересного. Система встряхивания и разрезания угля, точнее не угла, а шлака. Такой цепной механизм, простая схема, простая, рабочая для того, чтобы одной рукояткой задействовать два ряда резаков. Друзья, ну вот и все. На НМК мы посмотрели все, что хотели. Увидели печи Сибирячка. Увидели чугунные банные печи Сибирь. Опять же, увидели камин, чугунный камин Сибирь с тройным остеклением. Очень интересный. Также найдет покупателя и новый котел от компании НМК. Это котел Сириус. Мы его с вами сейчас тоже подробно рассмотрели. Все это вы можете найти на сайте fornax.ru На сайте интернет-магазина Fornax. Также можете найти в наших розничных магазинах. Адреса магазинов указаны у нас, опять же, на сайте. Можете найти в Бульгиз. Да и многие из вас все прекрасно знают, где компания Fornax находится. Заходите нам в гости. Подписывайтесь на канал Fornax Film. Подписывайтесь на наши соцсети. Присоединяйтесь к нам. Давайте дружить. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова